Это Гэри МакКиннон, самый известный хакер на нашей планете. Ему удалось сделать просто невероятное. Взломать сеть компьютеров Пентагона и аэрокосмического агентства НАСА. В 2006 году за это его арестовала полиция. На допросе хакер признался, что компьютеры взламывал лишь потому, что искал секретные документы о контактах с внеземными цивилизациями. По его словам, общение с нашими соседями по Вселенной уже идет полным ходом. Только простым людям почему-то об этом не сообщают. Но самое главное, хакер Гэри МакКиннон заявил, что он выкрал те документы, которые свидетельствуют о контактах военных с внеземными цивилизациями. И скоро он их опубликует. Загадки Вселенной. О чем молчат американские астронавты? Мы обязаны установить, что за существа летают мимо нас и по околоземной орбите. Заговор молчания. Почему многие снимки со спутников не попадают в печать? Космические соседи. Существуют ли братья по разуму? И когда они выйдут с нами на связь? Каждый сотый факт верен в прибытии инопланетян или взятие землян на тарелки летающие. Недавно известная британская газета Sun опубликовала сенсационную статью. В ней рассказывалась история американского астронавта Джона Коллимана. В октябре 1980 года он стартовал на новом космическом корабле, замаскированном под обычный спутник. По версии газеты Sun официально в задачу астронавта входила очистка околоземного пространства от обломков ракет-носителей, вышедших из строя спутников и другого космического мусора. Однако британские журналисты считают, что это было только прикрытие. На самом деле астронавт должен был выполнить секретную миссию. Испытать космолет, способный уничтожать чужие спутники. ДАРПА недавно опубликовала проект, значит, системы такой космической, ну, аппарат космического, который вот как сеткой ловит мусор с орбиты. Ну, и там куда-то его утилизирует, спускает. Очень красиво звучит. Вот он осколочки собирает, но он с таким же успехом может снять с орбиты любой спутник, чей угодно. Авторы громкой публикации убеждены, ошибки тут быть не может. Ведь сведения о секретном запуске им сообщил вот этот человек. Брюс Макаби, известный американский физик-оптик, который уже 40 лет изучает тайны НЛО. Если верить Брюсу, то первые три дня полет американского астронавта проходил нормально. Но на четвертый день космический аппарат оказался в районе действия сильной космической радиации. В результате чего система маневрирования и ориентации корабля вышла из строя. По словам Брюса Макаби, тогда в суматохе никто не обратил внимания, что вместе с сигналами космического корабля в эфир настойчиво лезли какие-то странные радиошумы. И лишь потом специалисты, проанализировав записи, предположили, что источник этих звуков находится где-то в районе созвездия треугольника. Однако этому факту не придали особого значения. А всех сотрудников НАСА, кто стал свидетелем трагедии, заставили подписать документы о неразглашении. Эта история могла так и остаться в недрах секретных архивов американского космического агентства, если бы неожиданно не получила прямо-таки фантастическое продолжение. Спустя 27 лет, в конце 2007 года, астроном-любитель с острова Фиджи зафиксировал на орбите Земли неизвестное космическое тело, о чем незамедлительно сообщил в НАСА. Каково же было удивление специалистов аэрокосмического агентства, когда они поняли, что это тот самый пропавший корабль Джона Коллемана. У них ведь и вообще все на автоматике построено, и есть ручное управление, дублирующее автоматику. Поэтому сигнал с Земли, в принципе, корабль может быть спущен обратно на Землю. НАСА предприняло несколько попыток снять корабль с орбиты, но все они оказались неудачными. Лишь в начале 2008 года эту операцию удалось осуществить. Ее выполнил челнок «Эндевер». Когда он доставил корабль на Землю, и специалисты его открыли, то выяснилась просто невероятная вещь. Ни Джона Коллемана, ни его останков там не было. Зато обнаружился удивительный блокнот, весь исписанный странными символами, не похожими ни на один известный язык. Расшифровать их ни лингвисты, ни криптологи, как ни пытались, не смогли. Кому принадлежал этот блокнот, выяснить тоже не удалось. История космического корабля и пропавшего американского астронавта так и осталась неразгаданной. Это стратегическое значение имеет. Не только разработка ядерного, там, ракетного, там, оружия, там, лазерного какого-то, а вопрос о возможных контактах. Если есть контакт, пусть он будет с моим человеком. Мы будем пытаться получить свой интерес. Конечно же, это очень наивная точка зрения, потому что цивилизации, освоившие пространство и время, не могут обладать теми же качествами, той планкой морально-этического состояния, в котором находится человечество. Конечно, поверить во все это сложно. История с пропавшим, а потом неожиданно найденным космическим кораблем больше похожа на выдумку или на фантастический рассказ. Но сотрудники НАСА почему-то решили ее не опровергать. Они не подали в суд ни на британскую газету, которая первой опубликовала эту статью, ни на Брюса Макаби, который якобы журналистам все эти сенсационные факты и рассказал. Мы парим на таких высотах, где еще не бывал человек, а потому мы обязаны установить, что за существа летают мимо нас и по околоземной орбите. Удивительно, но астронавт Гордон Купер даже написал письмо в ООН, в котором сообщил, что видел неопознанные объекты внеземного происхождения и попросил создать международную независимую комиссию, которая начала бы исследовать этот вопрос. Но потом Купер вдруг замолчал, как и многие его коллеги, что заставило их принять своеобразный обет молчания. Одна из самых распространенных версий. НАСА бесцеремонно заткнуло всем рот. Агентство НАСА стало откровенно высмеивать своих же навигаторов. Стоило ребятам, вернувшись из космоса, лишь заикнуться по НЛО, НАСА попросту затыкало им рот. Причем иногда дело доходило до прямых угроз. Журналист и исследователь аномальных явлений Джордж Кнеп считает, что аэрокосмическое агентство НАСА действительно заставляет астронавтов молчать. Джордж Кнеп попытался провести независимое расследование и пообщался со многими астронавтами. Правда, так и не смог у них ничего разузнать. Все они отказывались отвечать на вопросы об инопланетных контактах. В середине 80-х годов прошлого столетия исследователи аномальных явлений заметили странную закономерность. Практически все астронавты, участвовавшие в лунной миссии Аполлон, не могли ответить на, казалось бы, элементарный вопрос. Какие ощущения вы испытывали на Луне? Удивительно, но многие исследователи уверены, что такая странная закономерность наблюдается потому, что все астронавты после полетов проходят обязательное медицинское обследование, во время которого с ними проводят сеанс гипноза. Вполне возможно, на этом сеансе астрономов просто заставляют что-то забыть. Я не исключаю, что это может быть гипноз. Воздействие какое-то химическое, гипнотическое, парапсихологическое. Любым образом. Все эти люди должны представлять собой стройную когорту. Они должны быть хорошими ребятами, надежными, знаменем страны. Конечно, это всего лишь предположение, но оно косвенно подтверждается странным поведением бывших астронавтов. К примеру, Нил Армстронг на долгие годы исчез из виду и вел уединенную жизнь. Астронавт Эдвин Олдрин в своей автобиографической книге «Возвращение на Землю» написал, что каждый раз, когда его спрашивали об ощущениях, которые он испытал на Луне, на него накатывал приступ необъяснимой паники. Все, что он мог ответить, я просто не знаю. Этот вопрос ставит меня в тупик с тех пор, как я покинул Луну. Командир корабля «Аполлон-12» Чарльз Конрад, третий человек, ступивший на поверхность Луны, был настолько обескуражен своей неспособностью ответить на этот вопрос, что всегда давал один и тот же банальный ответ. Супер! Нам понравилось! А пилот лунного модуля миссии «Аполлон-14» Эдгар Митчелл даже обращался к профессиональным гипнотизерам и психологам с просьбой найти в его памяти часть пропавших эпизодов и воспоминаний. Правда, помочь они ему не смогли. И космонавты, и астронавты – это представители государства, нации. Значит, ответственно должны себя вести. Очень ответственно. И любое их слово не должно быть расценено или интерпретировано в какую-то странную, так сказать, вот сторону, тем более, когда они действующие. Хотя Эдгар Митчелл и не мог вспомнить свои ощущения во время пребывания на Луне, он всегда открыто говорил о том, что правительство США скрывает данные о пришельцах. Не так давно 82-летний Митчелл заявил, что в период своей службы в НАСА некоторые сотрудники вскользь упоминали о том, что военные общаются с представителями инопланетных цивилизаций. Митчелл утверждает, что по словам этих сотрудников НАСА, пришельцы не сильно отличаются от широко растиражированного образа. У них большая голова с огромными глазами и хлипкое маленькое тело. Руководство НАСА на слова Митчелла всегда реагирует одинаково. Мы не имеем никакого отношения к информации о жизни пришельцев на этой планете или где бы то ни было в космосе. Доктор Митчелл — великий американец, но в этом вопросе мы не разделяем его мнение. Больше всего на свете в НАСА боятся слова «внеземной». Чтобы замаскировать свои истинные цели, они поспешно переименовали проект «Поиск внеземного разума» в «Сканирование с высоким разрешением». Исследователи аномальных явлений утверждают, аэрокосмическое агентство продолжает упорно отрицать возможность контактов с нашими братьями по разуму, но при этом почему-то тайно собирает все свидетельства об НЛО. При НАСА даже был создан секретный отдел по изучению инопланетных цивилизаций. Правда, вся эта работа идет под грифом «секретно». И официально на публике все представители НАСА упорно молчат. Может быть, молчание НАСА — это всего лишь затишье перед грозой? Может, на орбите Земли инопланетные корабли уже выстраиваются в боевой порядок? А может, НЛО — это вовсе не корабли пришельцев, а сверхсекретное оружие земного происхождения? Если это действительно так, тогда понятно, почему полувоенная организация НАСА так тщательно скрывает любые свидетельства о летающих тарелках. Такой секретностью могут окружать только военные тайны. Роберт Дин утверждает, что в те годы НЛО едва не поссорило страны НАТО и Варшавского договора. Советский Союз принимал летающие тарелки за натовских шпионов. Американцы же считали их секретным оружием СССР. Правда, вскоре стало очевидно, что ни одна из сторон не владеет секретами подобных технологий. Вопрос об участии третьей стороны так и повис в воздухе. По мнению исследователей аномальных явлений, не только астронавтов, побывавших в космосе, заставляют молчать. Неразглашать необъяснимые случаи, происходящие в космосе, заставляют и астрофизиков, и даже летчиков, которые испытывали новые летательные аппараты. В начале 60-х они исследовали воздушные аномалии, а потом всех их заставили подписать бумаги о неразглашении. В свое время жаркие споры велись вокруг видеосъемки высадки американских астронавтов на Луну. Некоторые эксперты были уверены, фильм «Фальшивка». Исследователям показалось странным, что полотнище американского флага, который астронавт устанавливает на месте посадки лунного модуля, колышется, как от ветра, чего не может быть на Луне, где нет атмосферы. Скорость падения камешков, вылетающих из-под колес лунохода на съемки, такая же, как на Земле, хотя сила притяжения на спутники нашей планеты в шесть раз меньше. На всех лунных кадрах отсутствуют звезды, хотя над Луной они должны сиять гораздо ярче, чем на Земле. Да и прыжки астронавтов по лунной поверхности слишком мелкие, несмотря на то, что человек на Луне весит гораздо меньше и способен подпрыгивать очень высоко и далеко. Все эти детали заставили многих усомниться в подлинности лунной съемки. То, что на Луне американцев встретило нечто необычное, и то, что они предприняли соответствующие шаги, в том числе, там, ретуширование снимков, подсъемков в павильоне, ну, не могу сказать, что это доказано со стопроцентным, так сказать, успехом, вот, но есть все основания полагать, что это именно так, хотя бы еще и потому, что и само нас не очень это отрицает. Но что могло стать причиной подлога? По одной из версий, американцы до Луны просто не долетели. Однако существует и другая гипотеза. Они долетели. Но столкнулись с чем-то необъяснимым. Именно поэтому пришлось снимать лунное видео в декорациях на Земле. Удивительно, но некоторые эксперты уверены, в аэрокосмическом агентстве НАСА существует целый каталог аномальных явлений Луны. В него занесены все наблюдения о загадочных светящихся объектах и странных геометрических тенях, собранных за последние 470 лет. Несколько сотен тысяч фотоснимков и описаний хранится в штаб-квартире ЦРУ, и доступ к ним сопровождается всеми атрибутами строжайшей секретности. Если это действительно правда, то можно предположить, что реальные съемки, сделанные астронавтами на Луне, тоже спрятаны под грифом секретно и обнародуют их нескоро. Если говорить о тайнах, которые скрывает НАСА, по определению, если это государственное, фактически, агентство, подчиняющееся лично вице-президенту, оно не может быть без тайны. Так что же могли зафиксировать камеры астронавтов на Луне? И почему эти данные так тщательно скрывают? Бывший консультант НАСА Ричард Хогланд уже 20 лет занимается поиском ответа на этот вопрос. Он заявляет, что проект лунных экспедиций «Аполлон» подтвердил существование древней цивилизации на спутнике Земли. Снимки, сделанные с «Аполлона-10», показывают, что на Луне когда-то существовали целые города. Развалины одного из них Хогланд называет «Лос-Анджелесом на Луне» и утверждает, что он однозначно искусственного происхождения. «Остатки городов на Луне, причем, ну, и самые интересные сооружения тоже на Луне, и все это заснято американскими космонавтами, которые там побывали. Это все. И все это выложено, опять же, ведь на сайте НАСА. А потом-то куда-то это делось». Удивительно, но Хогланд уверен, что создатели этих сооружений не инопланетяне, а древняя человеческая раса. Вероятно, миллионы лет назад цивилизация наших предков уже обладала технологиями, позволяющими путешествовать на другие планеты, в том числе и на Луну. «На Земле существует ни одна, ни две цивилизации существовало, много. Сейчас вот стало модным говорить о лемурейцах, гиперборейцах. Много, 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 миллионов лет назад. И эти цивилизации гибли, когда достигали определенных технических, скажем так, вершин. Я вполне считаю оправданным, даже не гипотеза, а утверждение, что хотя бы некоторые из этих цивилизаций космос начали покорять». Еще один бывший сотрудник НАСА Кен Джонстон рассказал о том, что по распоряжению начальства был вынужден уничтожить все копии лунных фотографий. Десятки тысяч уникальных снимков. Но все же часть фотографий сохранилась. На этих кадрах, которые ему удалось сохранить, изображены развалины городов, огромные сферы из материала, похожего на стекло, каменные башни и замки, которые как будто подвешены в воздухе. Есть снимки, на которых, ну, просто невозможно дать какую-либо еще интерпретацию, кроме того, что это создано какими-то разумными или, во всяком случае, какими-то существами. Но и это еще не все. Кен Джонстон утверждает, что астронавты столкнулись на Луне с чем-то необъяснимым. И вполне возможно, они лицом к лицу встретились с внеземной цивилизацией. После ухода с поста директора НАСА, Кристофер Крафт обнародовал сенсационную запись переговоров между Центром управления полетов в Хьюстоне и участниками лунной миссии Аполлон-11, Нилом Армстронгом и Эдвином Олдрином. Это гигантские штуковины. Нет, нет, нет. Это не оптическая иллюзия. В этом не может быть сомнения. Что, что? Что? Какого черта там у вас происходит? Что случилось? Я говорю, что здесь другие космические корабли. Они стоят ровной линией по другую сторону кратера. Повторите, повторите. Мои руки дрожат так сильно, что я не могу ничего делать. Эти проклятые камеры заснимут что-нибудь. Что тогда? Можете ли вы заснять что-нибудь? У меня больше нет пленки под рукой. Три выстрела с тарелки или как там эта штука называется, испортили пленку. Восстановите контроль. Они перед вами? Слышны какие-либо шумы с НЛО? Они здесь. И они наблюдают за нами. Астронавты были готовы к встрече с внеземной жизнью. Об этом говорит и тот факт, что у них была с собой капсула с записями на 74 языках и отрывком из Кодекса США воздушной и космической навигации, которую Нил Армстронг оставил на поверхности Луны. Однако большинство официально опубликованных НАСА-снимков со спутника Земли не содержат никаких странных или подозрительных объектов. Ведь специально все делают секретным. А там, где секретность, там преступление неизбежно. И поэтому мы ничего не знаем о том, что происходит у нас на Земле и в космосе. Значит, НАСА намеренно искажало информацию. И сколько еще сенсационных данных спрятано за семью печатями? Исследователи уверены, Американское космическое агентство много лет подвергает жесткой цензуре все данные с космических кораблей и спутников. Об этом несколько раз проговаривались бывшие сотрудники НАСА. Так стало известно о том, что во время всех лунных миссий Аполлон в Центре управления полетов делалась двухминутная задержка всей поступающей информации перед тем, как выдать ее на радио и телевидение. За это время специалисты космического агентства очищали и ретушировали все, что могло свидетельствовать об НЛО и внеземной жизни. Такой же обработки теперь подвергают и снимки с марсианских спутников. Бывший сотрудник НАСА Ричард Хогланд полагает, что НАСА давно уже обнаружило на Марсе руины древних построек, которые когда-то были возведены разумными существами. А чтобы выяснить, заброшены ли эти города или под ними все еще продолжается жизнь, на Красную планету отправляют многочисленные аппараты. НАСА в результате вот такой односторонней как бы выдачи информации выглядит для всех, ну, как такое миролюбивое вот, или так хотят выглядеть, что это миролюбивое такое вот агентство, вот, которое все вот дает вот в открытый доступ и пользу. Ну, а вот такие маленькие штришки периодически возникающие коллизии доказывают наглядно противоположное. На Марсе ползает их прекрасный аппарат. Хорошо сделанная машина, замечательная, надежная и тому так далее. Где результаты? Я имею в виду, где результаты для общественного, мирового использования? Где вот ученые всех стран, которые бы могли вот с этими результатами на результатами ознакомиться? Отчаянные споры в научном мире вызвали загадочные рисунки, обнаруженные на поверхности Марса американским спутником «Викинг». Вот эти уникальные снимки. На них просматриваются странные образования, которые при определенном ракурсе можно принять за двойников знаменитых земных пирамид и даже за сфинкса. Так назвали необычный объект, запечатленный вот на этих кадрах. Вид сверху этого возвышения удивительно напоминает человеческое лицо размером в несколько километров. Их миллионы этих снимок, миллионы. Ну попробуйте найти больше четырех снимков вот этой как бы сфинкса вот этого на Марсе. Вот попробуйте это, не найдете. В местности как будто цветных фотографий нет. А в действительности, видите, когда, значит, флаг американский, он тоже в церном цвете, значит, через фильтры сделали цветным, то Марс оказался с голубой атмосферой, с голубым небом, значит, зеленой травой. То есть Марс такой же, как Земля. А нам рассказывают, что он необитаемый. Каждый из пропавших марсианских аппаратов вполне мог бы поставить точку в вопросе о существовании внеземной жизни. Но ответ по-прежнему многоточие. Что это, попытка НАСА ввести всех в заблуждение или способ оградить гражданское население от правды, которая может быть небезопасна? Почему американское космическое агентство так рьяно охраняет все, что может говорить о существовании инопланетного разума? Невероятно, но такую линию поведения НАСА выбрало еще до того, как первый человек полетел в космос. Поводом для этого стала всего одна научная работа 50-летней давности, которую по заказу космического агентства провели ученые Института правительственных исследований. 15 декабря 1960 года в газете Нью-Йорк Таймс была опубликована небольшая статья с тревожным заголовком. Человечество предупреждают о том, чтобы оно подготовилось к открытию жизни в космосе. В отчете Института Брукенса сообщается, что земная цивилизация может пасть при встрече с более высокоразвитыми существами. Эта публикация появилась скорее после того, как НАСА получила прогноз последствий для человечества мирной деятельности в космосе, который известен под заголовком «Отчет Брукенса». А этот вопрос очень важный. Кто первый вступит в контакт с инопланетной цивилизацией? Как себя вести в случае обнаружения жизни или нежизни? В том, что внеземной разум существует, ученые не сомневались уже тогда. На 215-й странице отчета четко сказано, при том, что непосредственной встречи с внеземными формами жизни в течение ближайших 20 лет не произойдет, если только их технология не превосходит нашу, что позволит им посетить Землю. Артефакты, оставленные в определенное время этими формами жизни, вероятно, могут быть обнаружены в ходе наших космических исследований на Луне, Марсе или Венере. А ведь это было написано в 1960 году, когда ни США, ни СССР еще не развернули в полной мере свои космические программы. При этом ученые пришли к неутешительному выводу. Контакт с высокоразвитой цивилизацией может привести к социальной катастрофе. Человечество, уверенное в своем уникальном месте во Вселенной, не готово принять факт существования общества с совершенно иными, неподвластными нашему пониманию идеями и образом жизни. Поэтому контакт с внеземным разумом может повлечь разрушение всей нашей цивилизации. В качестве показательного примера в отчете Брокингса приводились последствия трансляции радиоспектакля «Война миров» в 1938 году. Постановка по мотивам знаменитого романа писателя-фантаста Герберта Уэллса была сделана в стиле документальной хроники. Во время эфира слушатели поверили в то, что марсиане в самом деле высадились в штате Нью-Джерси. Правдоподобный спектакль спровоцировал грандиозную панику, которая охватила более миллиона человек на северо-восточном побережье США. Неудивительно, что в отчете Брокингса давались недвусмысленные рекомендации засекречивать любые необычные данные из космоса. Такой политики НАСА придерживается и по сей день. НАСА становится все более закрытой структурой в части признания наличия жизни в космосе. Жизнь разумной, неразумной, любой. Но это политика, потому что надо использовать свое знание и отрицание знаний других в своих целях. Точно так же, как в свое время, когда давно-давно ведущие страны мира уже знали, что Земля круглая. И можно плавать на ней по укороченной, так сказать, траектории. Но другим не говорили. Но все тайное все равно становится явным. Этот уникальный фрагмент видеозаписи, переданный с борта шаттла, случайно попал в прямой эфир одного из кабельных телеканалов США. Многие специалисты, смотревшие программу, решили, что на шаттл напали НЛО. Однако чиновники из НАСА объяснили происходящее выбросом отработанной воды, которая мгновенно заледенела в открытом космосе. Физик Джек Кейшер решил проверить достоверность версии НАСА и попытался доказать, что это действительно были фракции льда. Если доктор Кейшер прав, и НАСАвские льдинки — не что иное, как инопланетные корабли, то нашумевшая запись предстает совсем в ином свете. Например, что означают те тонкие нити, что тянутся к одному из объектов. В середине 80-х годов в США началась разработка программы СОИ, якобы для защиты от советских ядерных ракет. А что, если это было лишь прикрытием для начала тайной войны на околоземной орбите? Неужели над нашими головами кружат целые стаи НЛО? И, судя по всему, они даже не стараются спрятаться от видеокамер. Этот снимок был сделан 10 лет назад, а этот — немного позднее. Что за странные предметы неслись перед камерами шаттла? После нашумевшей истории нападения на американский космический корабль, проскочивший в эфир, НАСА прекратила прямую трансляцию по телевидению. И всё-таки неослабевающий интерес к теме внеземной жизни потихоньку заставляет НАСА сдаваться под давлением общественности и научных кругов. Так недавно была рассекречена информация о подготовке к первому полёту шаттла «Колумбия» в 1981 году. По рассказу астронавтов шаттла Роберта Криппина и Тома Янга, ещё до старта бортовые приборы вели себя странно. Датчик давления буквально зашкаливал, но техники так и не обнаружили никаких неполадок. Но на этом аномалии не закончились. Во время запуска челнока в Центр управления полётами поступил высокочастотный сигнал, говорящий о том, что над взлётной площадкой обнаружено странное поле, которое препятствовало нормальной работе средств связи. И в этот момент связь с кораблём пропала. Но остановить взлёт уже было нельзя, и шаттл оторвался от Земли. В следующее мгновение астронавты увидели, что параллельно их курсу в атмосфере летит странный продолговатый объект, очень похожий на сигару. У нас ведь много стартов кончалось трагически, в том числе и с людьми. И с какого-то момента потом все эти старты стали сопровождаться, значит, с присутствием летательных объектов. То есть это опять связано с тем, что идёт борьба за Землю. Астронавты сделали вывод, что НЛО интересовал именно взлёт земного челнока, поскольку вскоре неопознанный корабль исчез из виду и больше не появлялся. Связь Колумбии с Землёй наладилась, и приборы шаттла заработали в обычном режиме. Это лишь один из множества подобных эпизодов, которые время от времени становятся достоянием общественности. Отрицать факт существования внеземного разума становится всё труднее. Обилие фактов столь велико, что я думаю, что да, они существуют. Просто вот мои знакомства с уфологами всех стран мира, так уж мне повезло в связи с вот этой проблемой старой, говорит о том, что да, ну, может быть, там каждый сотый факт верен прибытии инопланетян, или взятии землян на тарелки летающие, или там на органы разборка идёт иногда, и так далее. Пусть даже сотый, пусть даже тысячный факт справедлив. Этот скриншот чудом сохранился благодаря одному из сотрудников национального вещателя США, Fox News. Кадры НЛО, полученные американским астрономом-любителем, были показаны на телеканале в конце 2012 года. Тогда впервые НАСА подтвердило аутентичность съёмки, то есть видео настоящее, без фокусов монтажа. Однако это не значит, что космическое агентство признало, что в объектив действительно попал корабль пришельцев. Таких примеров очень много, потому что всё, что касается исследований космоса, оно всё становится тоже же секретным, как и наша история, как и находки там всяких этих старых, всяких артефактов, свидетельствующих о грандиозной цивилизации, существовавшей на Земле. Тем не менее, сразу после первой трансляции телекомпания сняла видео с эфира и удалила из интернета все ссылки на эту запись. После этого случая исследователи заговорили о том, что таким способом НАСА начинает пробные попытки психологической подготовки людей к подтверждению факта существования внеземных цивилизаций. Возможно, скоро человечеству предстоит первая официальная встреча с пришельцами. Продолжение следует...